не забывайте причину по которой вы сюда пришли 23 декабря 1990 года это смешно когда я смотрю в эту сторону люди здесь начинают петь а когда я отворачиваю голову они перестают и начинает петь другая сторона вы поете только тогда когда я смотрю на вас ладно не может же быть все и сразу я приветствую вас от всего сердца и всем своим существом приятно видеть всех вас здесь каждого из вас в 1947 году когда я поехал в рамана ашрам после трех дней проведенных разговорах с раманой я устроился с преданными в зале я обычно сидел с правой стороны зала напротив стены смотря как входят люди там были преданные ученики и ищущие преданные были одни и те же они никогда много не говорили они были поглощены истинным я ученики и ищущие спорили друг с другом я помню одного индийца который часто ссорился с учениками он всех всегда во всем обвинял он приходил к рамане и говорил такой ты сделал это а вот этот сделал то а рамана говорил ему не забывайте по какой причине вы пришли сюда пребывайте в тишине причина конечно же в том чтобы найти истинное я они связываться с кем-то еще но там происходили разные инциденты приезжали сикхи индусы западные люди буддисты дзен буддисты люди которые практиковали хатха йогу все это происходило перед раманой но оно не волновало его ни на секунду я пытаюсь вспомнить имя одного западного человека генри уэлс из шотландии очевидно он прочитал много книг о рамане махарши и это был его первый визит я наблюдал как он вошел в зал подбежал к рамане простерся перед ним на животе и стал сходить с ума его ноги тряслись он пел преданные хотели поднять его но рамана сказал пусть остается когда он отошел от этого то сказал рамане наконец-то я нашел вас вы мой отец моя мать мое солнце моя дочь мой друг и рамана просто улыбнулся ему мне было всего лишь 18 лет и я подумал человек с таким энтузиазмом посмотрим что произойдет продлится ли это шли дни этот человек каждый день простирался перед раманой в течение месяца затем он наконец-то перестал это делать и просто садился на пол как все остальные примерно через два месяца он стал смотреть по сторонам на всех и начал жаловаться что это не так это не так примерно после четырех месяцев пребывания там он пожертвовал ашрамом 40 тысяч долларов а я просто смотрел как все это происходит через шесть месяцев пребывания там он стал находить ошибки в управлении в это время ашрамом управлял брат раманы он стал шептаться с другими учениками конечно же преданным не было никакого дела до этого это были ученики и ищущие он стал распространять слухи он едва разговаривал со мной думаю что я был слишком молод ему было около 45 лет когда прошло семь месяцев он подошел ко мне вне ашрама и спросил ты думаешь рамана действительно просветленный я просто улыбнулся ему ничего не ответил и ушел он стал подговаривать преданных спорить друг с другом и выступать против правил ашрама примерно через восемь месяцев он увидел меня снова и сказал ты думаешь это правильно для рамана быть таким обнаженным давайте купим ему какую-то одежду и оденем его чтобы западные люди не пугались я сказал то что говорил рамана не забывайте причину по которой вы приехали сюда и это продолжалось через пару дней я больше не видел его в зале прошел еще один день я не видел его прошел третий день я не видел его прошел четвертый день я навел справки что с ним случилось человек с которым он жил сказал о генри собрал свой чемодан и уехал в шотландию больше никто никогда нем не слышал суть истории такова если вы осознаете причину почему вы сюда пришли вас будет интересовать лишь одно пробуждение и это будет доминировать вашей жизни и ничего больше у вас не будет интересовать чем занимается кто-то другой вы будете в мире с собой и всеми остальными в любом случае все предопределено все является кармой то что должно произойти произойдет нравится вам это или нет так зачем обижаться зачем ранить себя будьте спокойны это интересно сегодня утром я просматривал журнал и нашел статью про преданного который жил в ашраме достаточно долгое время он говорил на ту же тему мэри вы не против прочитать эту статью внимательно послушайте ее увидите да я хорошо вижу она называется не забывайте о том для чего вы пришли все события в жизни формируется согласно божественному плану то что должно произойти произойдет то что не должно не может быть вызвано никакими человеческими усилиями на этот счет рамана был очень категоричным когда дева раджа модельяр спросил его являются ли предопределенными только важные вещи в жизни человека такие как занятия или профессия или предопределены даже мелкие действия рамана ответил все предопределено одна из целей рождения в том чтобы пройти через определенные опыты которые наметили кармическое разворачивание жизни вся программа намечена кажется что это гасит все усилия потому что человек оказывается в тупике и не видит своей ответственности является ли он автоматом кармических сил где есть место его свободной воли и усилию рамана отмечает что глубокий смысл жизни заключается в том чтобы искать и найти истину для себя он говорил что единственная полезная цель жизни это обратиться внутрь и осознать что больше делать нечего поэтому рамана постоянно вдавливал всем то что окончательная истина это сад чит войти и сознание непосредственно доступна и здесь и сейчас когда натана нанда спросил у раманы все могут непосредственно без сомнений узнать что именно является истинной природой человека ответ пришел немедленно несомненно это возможно конечная истина очень проста это всего лишь пребывание в своем собственном состоянии это важнейшее послание всех религий и верований оставив стороне курс наших жизней который автоматически регулируется создателем согласно его законов долг человека направить свои усилия на самоосознание непреклонность цели в том чтобы отслеживать внутренний путь с помощью бдительного самоисследования при таком исследовании источника индивидуума и следующий сливается с источником сознания внутренние одиссея редко проходит под спокойными парусами многие заблуждения будут отлучать человека например люди которые приходят шри рамана ашрам чтобы подышать его разреженной атмосферой находясь там вместо того чтобы сдаться его цветущей милости вовлекаются в дела управления ашрама рамана живо отмечал некоторых посетителей когда они впервые посетили шри рамана ашрам казалось что они сияли во время второго визита они обнаружили что ашрамом плохо управляют во время третьего визита они стали раздавать советы во время четвертого они знали лучше всех как управлять этим местом а во время пятого они находили что управление не отзывчивые шестой раз они предлагали чтобы текущий персонал ушел и оставил ашрамы таким образом они увязали в том что не имеет значение для поиска когда такие люди жаловались рамана говорил следите за тем ради чего вы пришли это применимо конечно же не только к посещению людьми рамана ашрама но также и к цели самой человеческой жизни человек должен постоянно держать перед глазами просветление единственную стоящую цель пока человек освобождается от кармической цепи с помощью обнаружения спрятанные истины рамана обычно бронил тех у кого не получалось заниматься собственной садханой и вместо этого проводил время общаясь другими однажды преданный сказал рамане я нахожусь здесь много лет люди входили в самадхи я закрываю свои глаза на несколько минут а моем путешествует по всему миру рамана ответил почему ты думаешь о других пускай медитирует спят или храпят смотри на себя каждый раз когда твой ум уходит в сторону возвращая его обратно к поиску однажды рамана сказал преданному чтобы тот очнулся посмотрел зеркало которое показывало как он зарос и посоветовал ему вместо того чтобы напрасно тратить время начать бриться точно также лишь небеса знают когда подойдет предначертанное время чтобы уйти поэтому не искать истину с помощью бдительного самоисследования это на самом деле самоубийственно многим нравится винить во всем обстоятельства вместо своей праздности вини и небрежности в выполнении самоисследования рамана спрашивал зачем зависеть от того что не находится в ваших руках занимайтесь тем что находится в ваших руках под вашим контролем оставьте в стороне то с чем вы ничего не можете поделать правильное использование свободы обращаться вовнутрь дарованной богом вот что нужно постоянно что касается неприятных обстоятельств жизни рамана проявлял сочувствие но в то же время говорил вы всегда свободны оставаться незатронутыми удовольствием и болью следующими после действия покой должен изыматься из каждого события с помощью изменения отношения которые нейтрализуют события иногда рамана советовал отдать все в уверенные руки сангуру и однонаправленно держаться усилия которые делает человека самоосознающим рамана говорил почему бы вам не сделать то что делают пассажиры первого класса они называют проводнику станцию назначение закрывает дверь и ложатся спать все остальное выполняет проводник если вы можете доверять своему гуру настолько насколько вы доверяете железнодорожному проводнику этого будет достаточно чтобы сделать так чтобы вы достигли станции назначения к тому же когда кто-нибудь донимал его даршинам и шри кришны рамана говорил почему бы вам не оставить шастра кару кришны самому кришне также есть совет который рамана дал ганападе муни все время пребывайте укорененными в сердце бог определит ваше будущее так чтобы вы выполнили работу то что должно быть сделано будет сделано в правильное время не беспокойтесь пребывайте в сердце жизнь становится осмысленной если мы с радостью отслеживаем внутренний путь не забывая что наше дело заниматься вечарой а все остальное за внутренней силой блаженство не является конечным продуктом который обнаруживается при достижении цели она ощущается во время дороги домой путешествие к сердцу до этого есть еще одна статья перед этим перед этим до цели жизни до пускай джей и прочитает джей цель жизни автор люси лёсборн жена артура озборна течью духовные усилия прилагается в правильном направлении прогрессирует все ближе к своему совершенному я становится более умиротворенными счастливыми их все больше любит им все больше помогают те с кем они входят в контакт некоторые негативные категории будет сурово придерживаться лишь внешнего например одежды и чистой еды и это сильно им не поможет если это соединено с эгоцентрическим корыстным поведением и собственничеством они будут делать все что могут ради того чтобы завладеть несколькими вещами которые едва ли являются важными они не осознают какой вред они причиняют себе углубляясь в самсару со всеми ее проблемами и страданиями уходя от осознания славной умиротворенной радости в их сердце также они имеют отношение к тем кто стоит у власти они относятся к людям с которыми имеют дело без доброй воли искренности или даже честности обычно их не любят у них немного друзей если есть вообще те кто общается с ними будут иметь к ним либо влечение либо сочувствие обычно сопровождаемое нежеланием отказаться от некоторых удобств и другого с не особо духовными мотивами можно сказать что введенные в заблуждение искатели лишаются прекрасной возможности приобрести наибольшую удачу возможную для человеческого существа цель жизни в том чтобы вернуться к источнику таинственному славному умиротворенному радостному источнику являющемуся богом в сердце каждого это есть реализация мы не можем приобрести ее она всегда находится в сердце единственное препятствие вас она должны быть устранены чтобы открыть реализацию спасибо джей есть вопросы перед тем как мы продолжим все это хорошо поняли главное держать нос по ветру верно ладно давайте споем и продолжим после песни роберт продолжает снова привет хорошо быть с вами в течение недели я разговариваю со многими людьми по телефону и лично я разговаривают зон-буддистами индуистами американцами разными людьми и 80 процентов говорят что они просветлены большинство из них рассказывают что они пережили пустоту некоторые видели свет некоторые говорят что они слышат определенные звуки и они спрашивают что вы думаете а я замечаю чтобы переживать это должен присутствовать кто-то пока кто-то присутствует а кто-то присутствует иначе не смог бы рассказать мне об этом просветление нет найдите кто присутствует и держитесь за это я потому что это я присутствовала и испытывала пустоту вы присутствовали во время опыта света или звука кто есть этот вы найдите и держитесь за это держитесь за я я присутствовала чтобы испытывать пустоту пока я присутствует она не может быть просветленным потому что я все еще существует это как в кино давайте лучше возьмем театр игру на сцене когда софиты светят на героев и аудиторию пьеса заканчивается актеры и зрители уходят а софиты все равно светят хотя они ничего не освещают и так пустой театр это пустота свет все равно сияет и в пустоте так же как когда там были люди еще пример если мы посмотрим на комнату которая заполнена мебелью глаза смотрят и видят когда кто-то выключает свет глаза все равно смотрят но ничего не видит именно так пустота сравнивается с видящим чтобы видеть пустоту должен быть видящий кто видящий вы обнаруживаете это просто исследуя кто я откуда появилась я что является источником я который видит вещи помните все эти явления проекции вашего ума он выглядит очень сильно он проецирует пустоту свет звуки изображения точно так же как и всю вселенную как и ваше тело сумму он проецирует сам себя как ум идея в том чтобы остановить проекцию которую вы останавливаете с помощью самоисследования это самый быстрый путь каждый раз когда у вас происходит какое-то переживание идите за его пределы потому что чтобы переживать должен быть кто-то точно так же как глаза видят когда есть свет и глаза все равно есть когда темно я присутствует когда вы спите я присутствует когда вам снятся сны я присутствует когда вы бодрствуете обнаружьте кто есть я погрузитесь вовнутрь работайте над собой точно так же как в статье которую мы прочитали забудьте о мире забудьте о других забудьте о своем теле исследуйте я обнаружьте кто я кто вы есть два я или одно я два я быть не может потому что эта двойственность должно быть лишь одно я обнаружьте источник этого я усердно отслеживайте его пока не сольетесь с источником тогда вы обнаружите что вы счастливы так как никогда в своей жизни когда вы касаетесь источник и я вы в блаженстве вы в абсолютной реальности вы бог это самый важный поиск который вас есть все остальное не так важно вы можете подумать о чем-то что является таким же важным тогда зачем вы так беспокоитесь от других зачем вы отвлекаетесь на разные проблемы выполняйте свой долг исследуйте найдите источник я не важно сколько времени на это потребуется подумайте о том сколько инкарнации вам пришлось пройти с тем чтобы сегодня быть на этом занятии сделайте себя счастливыми забудьте о своих проблемах они не существуют существует только бог как вы но вы должны обнаружить это для себя сделайте это я не хочу говорить попросту сегодня мы затронули очень интересную тему я уверен что у вас есть много вопросов касательно этих вещей давайте поговорим о том что мы затронули и посмотрим к чему мы придем роберт нужен акцент на усилий потому что все это происходит и все предопределено и вы говорили о необходимости определить местонахождение я да возможно ли что это все равно будет судьбой которая разворачивается единственное усилие в том чтобы смотреть или же мы должны что-то делать или это иллюзии что мы должны вовлекаться нет единственная свобода которая нас есть обратиться во внутрь единственная свобода которая у нас есть сделать усилие чтобы не реагировать ни на какие обстоятельства это свобода который у нас есть все остальное предопределено когда вы вовлекаетесь в обстоятельства нет разницы какие-то обстоятельства, ваша свобода в том, чтобы не реагировать, осознавая, что обстоятельства предопределены. Не реагируя, вы прекращаете свою карму. Вы прекращаете ее раз и навсегда. А затем вы обращаетесь вовнутрь и становитесь абсолютно свободными. Это единственное, в чем у нас есть свобода. Все остальное предопределено. То есть это так, что мы должны просто откинуться назад, смотреть и все отпускать. Я знаю, что если вы не должны так делать, то не сможете. Если вы должны обратить взор вовнутрь, откинувшись назад, вы это сделаете. Если вы не должны, если это не ваша карма, неважно, как сильно вы будете стараться, вы не сможете это сделать. Поэтому не беспокойтесь об этом вопросе. Я смотрю на это положительно. Мы просто осознаем, что все предопределено, и мы можем проживать это и наслаждаться этим, как фильмом, который мы смотрим. Но помните, что это не ваше дело. Это дело Бога, через что вы проходите. Иначе говоря, вы не можете сказать, я прохожу через вот это, и я буду делать вот это. Единственное, что вы можете сделать, это обратиться вовнутрь и искать реальность. Обо всем остальном позаботиться за вас. Все остальное предопределено. О, Роберт, даже если мы не реагируем, это тоже предопределено? В каком-то плане. Но на самом деле у нас есть выбор. Это та свобода, которая у нас есть. Реагировать или не реагировать. Но если наша самореализация предопределена процессом нереагирования, тогда нереагирование тоже предопределено? В каком-то смысле вы правы. Но ваша работа в том, чтобы думать о том, чтобы не реагировать. Когда вы думаете об этом, то используйте свой ум для правильных целей «не реагируй». Использовать ум, чтобы выключить ум? Да. И дать возможность предопределяющему позаботиться об остальном. То есть в каком-то плане это предопределено, а в каком-то нет. Это реально. Правильно. Другими словами, нам не стоит думать, что обращение вовнутрь также предопределено. Нам нужно обращаться вовнутрь и забыть обо всем остальном. Это лучший путь, а не так, чтобы говорить «я не должен обращаться вовнутрь, потому что если мне надо, я и так буду делать». Не думайте так. Не задавайте слишком много вопросов об этом. Просто обращайтесь вовнутрь и выполните работу, которая необходима. А все остальное самообразуется. Роберт, сегодня здесь есть новые люди. Что вы имеете в виду под обращаться вовнутрь? Ведь все, кто идет по пути йоги, обращаются вовнутрь. Но они все все равно не реализованы. Эта йога обращается на себя или... Под обращаться вовнутрь я имею в виду обратиться к своему «я». Вы говорите себе «кто я» или «что является источником я». Вы держитесь за «я» и отслеживаете его до конца. По мере того, как вы будете обращаться вовнутрь, вы будете знать, что сделать для следующего шага. Вас будет направлять и вести. Только не накручивайте себя этим. Просто обращайтесь вовнутрь. И можно сказать, что Бог позаботится об остальном. Единственный способ обратиться вовнутрь – исследовать «кто я», что есть источник «я» и отслеживать «я» нить до источника. Если ничего не происходит, вы продолжаете задавать вопрос снов и снов. «Кто я?» «Кто я?» И в конце концов что-то произойдет. «Роберт, вы сказали, что все есть переживающий, который переживает свет, звук или пустоту. Но когда случается реализация, есть садчитананда – блаженство, как сознание. Блаженство – садчитананда». Нью-Йоркский акцент. Южный вариант. Кто переживает все присутствие? Кто переживает реализацию, которой есть блаженство? Изначально это переживает ум. Затем ум обращается вовнутрь себя и полностью уничтожается. И больше нет никого, чтобы что-то переживать. Вы просто становитесь этим. Это и есть разница между временной и постоянной реализацией. Да, вы становитесь садчитанандой. Вы становитесь абсолютной реальностью. Это ваше состояние сейчас. Моё состояние сейчас – ничто. У меня нет состояния. Только то, что вы видите. Что вы видите? Что видите, то и получаете. Джняни по имени Роберт сидит на стуле. Когда вы это и получили? Этого хватит с головой. Мне он нравится. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь им, пока можете. Да, не похоже, что он здесь задержится надолго. Кто его знает? Это ужасно так говорить. Вы, дорогуша, тоже по пути на выход. Это всё лишь вопрос времени. Что вы видите? Сегодня здесь тридцать человек или около того. Все смотрят на меня и видят что-то разное. Что видите, то и получаете. О, Роберт, эта видимость вас – это не то, что вы видите? О, Роберт, это не то, что вы видите на самом деле. Кто вам говорит смотреть на мою видимость? Это ваше дело. Я вижу неозабоченное тело. Тогда вы видите себя. Это вы. Есть только одно «я». Куда бы вы ни смотрели, вы видите его. Потому что вы есть «я всего». Когда вы смотрите из окна, вы видите горы, озеро, дерево. Вы видите себя. Это всё, что вы можете видеть. Ваше «я». Поэтому, если вы перестанете искать снаружи и обратитесь вовнутрь, или же перестанете смотреть на людей, то найдёте нечто совершенно иное. Вы обнаружите, что вы есть дух, что вы есть конечная разумность, конечное единство, абсолютная реальность, нирвана. И затем, когда вы будете смотреть, то везде будете видеть сознание. Когда вы становитесь сознанием, тогда вы видите сознание повсюду. И вы будете знать, что всё хорошо. Но если вы верите, что вы феномен тело-ум, куда бы вы ни смотрели, вы будете видеть тело. Вы будете видеть здоровое тело или больное тело. Разные тела. Толстое тело или худое тело. Высокое тело или маленькое тело. Женское тело или мужское тело. Вы не будете видеть ничего, кроме тел. Потому что вы думаете, что вы тело. Избавьтесь от идеи, что вы тело. Испытайте сознание. И вы будете видеть блаженство повсюду. Роберт, можем ли мы сказать, что погрузиться вовнутрь – это то же самое, что и сдать центр. Сдать центр? Сдать меня центр. А, если вы имеете в виду я, конечно. Когда вы обращаетесь вовнутрь, то исследуете, кто я. Но не горе мне. Кто я? Большинство людей принимают эго за свой центр? Большинство людей плачутся горе мне целыми днями. Смотрите, пусть большинство людей принимает эго за свой центр. Но что вы принимаете? Вот в чем вопрос. Не волнуйтесь о других людях. Я говорю это по той причине, что когда вы советуете обратиться вовнутрь, люди имеют тенденцию цепляться и держаться за свое эго, как свой центр. Потому что они с ним настолько отождественны. Но почему вы волнуетесь за то, что делают другие люди? Пускай цепляются. Пусть висят. Делают, что хотят. Потому что на том пути, на котором я был, говорилось так. Идите вовнутрь, обратитесь вовнутрь. И вот три тысячи людей сотни лет обращаются вовнутрь, и все, что они делают, только зависают на эго. Поэтому я думаю отказаться от этого центра. Это самый точный способ. Как об этом сказать? Тогда откажитесь от центра. Откажитесь от него. Сделайте так, чтобы это произошло. Да, отложите его. Сделайте это. Пусть три тысячи людей делают то, что хотят делать. Роберт, когда вы говорите обратиться вовнутрь с помощью самоисследования, задавая вопрос «Кто я?», цель на самом деле не в том, чтобы найти «я». Цель в том, чтобы успокоить ум. Это может быть также сделано с помощью преданности или отрицания. Если же вы увлеклись процессом попыток найти «Кто я?», «Кто я?», как будто бы есть «я», который я должен найти, а не пытаться остановить ум и просто позволить ему проявляться самому. Я думаю, что этот момент, которого не хватает. В некоторых людях ум выглядит очень сильным. То есть ум – это еще одно название «я», личного «я». Мы находим, что самый легкий путь – это самоисследование. Когда вы обнаруживаете источник «я» или ума. По мере того, как вы исследуете источник «я», ум становится все тише и тише, пока целиком не исчезнет. Потому что на самом деле «я» – это ум. Личный «я» и «ум» – это одно и то же. Таким образом, самоисследование – это самый быстрый способ успокоить ум. Звук на заднем фоне. Камин со мной согласен. Самый быстрый способ успокоить ум – это искать «я», потому что «я» – это ум. Когда вы обнаруживаете, что «я» – это истинное «я», ума больше нет. Тогда вы автоматически вышли за пределы ума. Это самый легкий путь. «Я» – это истинное «я», которое выходит наружу и все для всех рушит. Да, «я» – это действительно истинное «я». «Я» – это сознание. Но вы индивидуализировали его. Из-за того, что вы индивидуализировали его, вы должны наблюдать за ним в действии и отслеживать его до источника, который есть истинное «я». Как только вы переживаете истинное «я», больше нет никакого ума. Больше ничего нет. Только истинное «я». Конечно же, это просто. Почему оно кажется таким трудным? Для кого оно трудное? Для меня. Вы делаете это трудным, потому что думаете, что это трудно. С кем вы говорите? С тем, кто думает, что это трудно. Я не говорил такого. Конечно, говорили. Вы пытаетесь меня сбить с толку? Просто посмотрите на себя. Делайте это легким. Обнаружьте, кто вы есть, и покончите с этим. Очнитесь и станьте свободны. Вы не видите ничего, кроме истинного «я», куда бы вы ни посмотрели. Все становится истинным «я». Все есть сознание. Должно быть, это хорошее ощущение? Конечно. А зачем бы вы к нему стремились? На самом деле оно не становится истинным «я». Вы просто узнаете то, что есть на самом деле. И это есть истинное «я». То, что есть на самом деле, это истинное «я». Сознание. То есть оно не становится истинным «я». Оно просто. Нет, в самом деле это так. Ничто ничем не становится. Истинное «я» было всегда и всегда будет. Все остальное – иллюзия. Просто пробудиться к тому, что вы уже есть и всегда были. Пробудитесь. Сделайте это. Я сделаю, не беспокойтесь. Когда? Не давите на меня. Когда вы это сделаете? К чему вам так спешить? Зачем спешить? Я все ждал, что вы сделаете это и избавитесь от себя. Это происходит. Оно происходит. Наберитесь терпения. Станьте никем, кем вы есть на самом деле. Потерпите. Роберт, я знаю, что вам не нравятся такие вопросы. Конечно. Мне не важно, что вы спрашиваете. Скажем, что вы наконец-то приходите к пустоте и всему этому пониманию. Можно ли полюбопытствовать, почему творение проявилось теми путями, которыми оно проявилось, или которыми оно видится. Даже если это иллюзия. Приходите ли вы, что ли, к пониманию, что стоит за этим? Может быть, какая-то схема? Почему оно воплощается в стольких душах, которые живут в иллюзии? Как оно это сделало? Позвольте мне задать вопрос. Если вы становитесь самореализованным, кто остается, чтобы этим заниматься? Никого не остается, чтобы задавать такие вопросы. Такие вопросы задает только ум. У истинного «я» нет вопросов. Я бы хотел вернуться и рассказать своему уму, о чем это все было. Вы не можете. Ум был уничтожен. Нет ума, к которому можно будет вернуться. Вы поймете, что вы есть истинный «я», вы всегда им были, и все на этом. И я это понимаю, но у меня, что ли, есть любопытство перед тем, как я перейду в это состояние? У кого есть любопытство? У моего ума. Он будет уничтожен. Поэтому у вас не будет любопытства. До того, как это закончится, я бы хотел, чтобы кто-нибудь рассказал мне, почему все проявилось в такой форме, в какой проявилось. Разные создания, разные растительные формы. Это захватывающе. Кто сказал, что оно проявилось? Это просто мой ум. Смотрите. Пока ваш ум активен, мир остается реальным для вас. И все проявляется. Люди, места и вещи. Но как только ум уходит, все остальное тоже уходит. И все эти вопросы становятся лишними. Вопросов не будет. Я понимаю, но мне просто любопытно. Никого не останется, чтобы задавать этот вопрос. Тогда я никогда не узнаю ответ. Нет, наоборот. Ответа нет. Вы хотите ответ только потому, что вы не просветлены. Как только возникнет самореализация, вам не будет никакого дела до этих вещей. Это будет другим. А до этого? До этого работайте над собой. Обращайтесь вовнутрь и ищите. Затем придете и мне расскажете. Положите в храм и спрячете где-нибудь? Вам не будет интересно. Я могу представить это во всей истине. Роберт, я хотел бы поговорить о некоторых неожиданных вещах, которые с недавних пор происходят со мной. С тех пор, как я стал встречаться с вами и практиковать, я нахожу себя более эмоциональным. Когда я смотрю кино, то чувствую себя более вовлеченным в него. Иногда видеть чьё-то страдание, на глаза наворачиваются слезы. Это застает меня врасплох, потому что я думаю, что когда я продолжаю идти по направлению к недвойственности, то не должен испытывать такие чувства. Наоборот, это высокие признаки. На самом деле, вы выносите на поверхность все ваши самскары. Смотрите, все наши самскары, все наши кармы, наша праравдха карма и все остальное находятся внутри подсознательного ума, как спящие семена. И они прорастали многие жизни. Но если кто-то действительно искренен на пути, все поднимается одновременно. И вы начинаете испытывать все эти чувства, потому что вы избавляетесь от всего сразу. На самом деле это не так уж плохо. Просто такое чувство. Да, я знаю. Все это выходит наружу. Все это улетучивается из вас. Это действительно хороший знак. Просто смотрите на это. Не вмешивайтесь в процесс. Смотрите. Это интересно, потому что в том учении, которого я придерживался раньше, ничего такого не допускалось. Потому что это неправильно иметь чувства. Вы знаете, о чем я говорю? Я не знаю, где вы были до этого, но чувства это прекрасно. Ослеживайте их. Смотрите на них. Исследуйте. Кому они приходят. И смотрите, что происходит. О, Роберт, чтобы продвинуть тот же вопрос немного дальше, со всеми этими чувствами, которые поднимаются, может ли человек стать более жадным или похотливым. И это возможно, но это временное состояние. Опять-таки, у нас внутри есть все эти самскары, эти скрытые тенденции из прошлых жизней. Когда мы попадаем на духовный путь вроде этого, то заставляем их подняться. Мы должны представить, что это как тир. У вас есть ружье, и когда вылетает утка, вы ее подстреливаете. И так, когда появляется одна мысль, один страх, одно расстройство, вы подстреливаете его, задавая вопрос, кому это приходит. Вы избавляетесь от него, еще одного, потом еще одно появляется, как только вы подстреливаете предыдущие. Так продолжается, пока не все не уйдут. Поэтому вы продолжайте исследовать, кому это приходит. Кому это приходит. Ваш ум вскоре станет пустым, и вы будете свободными. При просмотре кино нужно не вовлекаться в кино, или же просто продолжать исследование кино, или же позволять себе вовлекаться. Когда вы смотрите кино, у вас нет выбора, что будет происходить. Вы все равно будете действовать в зависимости от вашего духовного состояния. Если я смотрю кино, то вижу экран, в котором есть сознание. Я понимаю, что кино – это просто изображение, наложенное на экран. Если я попробую встать и схватить изображение или кино, то схвачу экран. То есть я уже осознаю экран, а другие люди осознают фигуры. Если вы осознаете фигуры, значит, путь еще длинный. Но если вы можете смотреть сквозь фигуры, на экран, значит, вы отождествляетесь сознанием. Комната подогревается. Я думаю, что вы пытаетесь меня поджарить, Генри, на день благодарения или Рождество. Самоотверженная любовь. Я так и подумал. Роберт, это также применяется к расстройству, сопротивлению всему негативному? Это применяется ко всему. Используйте тот же метод. Это возвращается к предопределенности, в том смысле, что некоторые вещи предопределены, чтобы не произошло. Да, они будут подниматься. И от вас зависит, избавляться ли от них с помощью исследования, кому они приходят. Кому это приходит. А если это становится слишком трудным, отдайте все это Богу. Отдайте все это Богу и будьте счастливы. Иначе говоря, скажите, забери все это Бог. Серьезно. Забери это из моих рук. Почувствуйте себя счастливыми, будто бы он это сделал. И у вас все будет хорошо. Про исследования, к кому они приходят, это очень похоже на предписание быть свидетелем. Похоже. Но этот метод быстрее. Почему? Потому что, когда вы исследуете, к кому они приходят, ум растворяется внутри себя и быстрее становится все слабее и слабее. Это более активно, верно? А не пассивно. Да, ум за счет вопрошения исчезает быстрее. Но свидетельствование это тоже хорошо. Роберт, некоторые люди Нанды рассказывают про чувство собственной исключительности, что есть подсознательный ум и все на самом деле где-то хранится. Я думаю, мы говорим, что есть самскары. И в каком-то плане это иллюзия, что мы должны проникнуть туда, что есть хранилище этих вещей, и оно может взорваться в любой момент. На самом деле хранилища нет. Но ради тех, кому что-то нужно делать, вы объясняете, что есть хранилище склонностей, от которых избавляются. Но в действительности избавляться не от чего, потому что оно не существует и никогда не существовало. Существует только сознание. Но если вы хотите обсуждать это и дальше, мы скажем вам, что есть хранилище склонностей, чтобы от них избавиться. Откройте хранилища, и они вылетят. Но давайте встретимся с этим лицом к лицу. Вы уже свободны, и вас ничего не не связывает, кроме вашей собственной системы убеждений. Останавливайте мысли своего ума, и вы будете в безопасности. Может ли это быть в каком-то смысле способом по внешнему виду ускорить исследование, чтобы приблизиться к источнику идеи? Вы знаете идеи, что есть спящее хранилище подсознательного ума, а затем справляться с одной спящей склонностью за раз, когда кажется, что она возникает. Это зависит от ищущего. Это зависит от вашего прошлого. Зачем смотреть на склонности хранилища? Зачем смотреть на что-либо? Просто продолжайте вопрошать внутри себя, кому они приходят. Отслеживайте я. Идите к источнику и будьте свободными. Это все, что вы должны делать. Это прямее? Да. Идти прямо к цели. Идти прямо к цели, которой есть ваше истинное я. Можно ли пропустить цель, задавая вопрос, кому то или это приходит, и просто отслеживать я? Если вы можете так делать, это хорошо. Почему бы вам этого не делать? Почему бы просто не пробудиться? Пробудитесь прямо сейчас. И это зависит от вас. Это зависит от каждого индивидуума, какой путь вы выберете. Как сдача, если вы просто все отдаете, ничего нет, и вам даже не нужно исследовать, верно? Это верно. Если вы можете сделать это. Делайте то, что можете, но любыми способами делайте что-то. И если видишь, что делание это неделание, тогда даже это не делать? Верно. Вы делаете в данный момент то, что вы должны делать, и соответственно все меняется. Если вы видите, что делание это неделание, тогда вы даже не делаете. Если вы можете это видеть, это хорошо, но можете ли тогда оставайтесь с этим послушаем еще одну песню играет музыка в силе тишины величайший учитель во вселенной нет ничего сильнее чем тишина на самом деле все происходит в тишине которые больше нигде не случается ни каким-либо другим методом поэтому давайте посидим в тишине какое-то время и обнаружим это для себя ум шанти ум шанти шанти покой когда я вот так сижу в доме в кресле часами люди спрашивают медитирую ли я ответ нет чтобы медитировать должен быть субъект и объект а это подразумевает двойственность но если никого нет дома нет ни субъекта не объекта поэтому вы не медитируете некоторые спрашивают вхожу ли я в самадхи остался ли кто-то чтобы входить в самадхи должен остаться кто-то чтобы входить самадхи это также подразумевает объект и субъект уничтожьте объект и субъект и вы станете никем поэтому просто остаетесь в тишине и ничего не делаете делать нечего люди всегда считает что им что-то нужно делать когда делать нечего это звучит слишком легко но когда вы что-то делаете медитируете входите в самадхи должен быть дети вы не дети вы не тело вы абсолютная реальность чистое сознание конечное единство сад читананда я есть то я есть и это и есть ваша истинная природа пробудитесь к ней если нет вопросов то на веки храните свой покой хорошо не забывайте любить себя преклоняться перед собой поклоняться себе уважайте себя потому что бог пребывает в вас как вы счастливого рождества я люблю вас будьте счастливы покой что я люблю вас будьте счастливы а и и и и и и и и